Здравствуйте! В эфире новости Дагестана, в студии Патима Адгаджиева и коротко о новостях к этому часу. Непогода в Дагестане. Городские службы перешли на круглосуточный режим работы. Дагестане. Конкурс на лучшее знание книги по основам религии и жизнеописанию пророка, мир и благословения, прошел накануне в Махачкале. И о дагестанцах, победивших на турнире лигии IMC Fight Nights через несколько минут. Городские службы в период непогоды переведены на круглосуточный режим работы. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщает мэр Салман Дадаев. По его словам, в первую очередь обрабатывают центральные магистрали, путепроводы, транспортные развязки и улицы вблизи социальных объектов. Однако спальные районы столицы и слабоосвещенные закоулки стали причиной падения и травм населения. Жители района Кихулай, Семендер, поселка Шамхал и Новый Кушет и некоторых улиц Гаджиева, Шамиля, Арджиникидзе и Ахмедхан Султана жалуются на ямы на дорогах, гололедицу, отсутствие насыпи, песка или соли и других реагентов, которыми обычно посыпают тротуары и дорожки. Сегодня, по информации МЧС Республики, ожидается сход лавин в горных районах. Температура в Высокогоре понизится до минус 15-20 градусов. Ожидаются осадки в виде снега, на дорогах гололедица, туман, ветер порывами до 15-18 метров в секунду. Специалисты Главного управления регионального МЧС просят дагестанцев воздержаться от поездок в отдаленные места и от походов в горы из-за непогоды. Следственный комитет возбудил уголовное дело после причинения тяжкого вреда здоровью детей. Напомню, что ранее в одной из школ Каспийска двое младшеклассников получили серьезные травмы во время игры с подростками. Школьники находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего и умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Мой ребенок лежит и его лицо, то есть ногами бьют лицо, не лицо, вернее снегом кидают его лицо и вот эту сломанную ногу, я-то не знала, что у него сломанная нога, он просто думала лежит. Мальчик по сапогу стукает. Я увидела это, я даже не подумала, что это мой ребенок, я просто крикнула, вы что делаете, вы сейчас убьете чужого ребенка. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и виновных в преступлении. Назначены необходимые судебные экспертизы. Прокуратура Республики в свою очередь организовала проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних и профилактике их правонарушений. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, в компетенцию которых входит обеспечение безопасности несовершеннолетних. Прокуратура Республики организована проверка исполнения законодательства о несовершеннолетних и профилактике их правонарушений в связи с причинением телесных повреждений детям на территории школы в городе Каспийске. Капитальным ремонтом в нашей Республике охватят около 4 тысяч многоквартирных домов. Их планируют выполнить до 2040 года. О долгосрочной программе сообщили в Фонде капремонта региона. Источник сообщает, что информацию о состоянии домов они обновляют ежегодно. В текущем году минимальная сумма взноса на капитальный ремонт также выросла и равняется 6,5 рублям за один квадратный метр жилья. Дагестан занял второе место в стране по сбору риса в 2020 году. Республика собрала более 110 тысяч тонн крупы. Этого удалось достичь благодаря активному развитию рисоводства в регионе. В Республике функционирует 5 заводов по переработке общей мощностью 200 тонн в смену. Строительство предприятий способствовало заметному наращиванию поставок рисовой крупы из Республики на экспорт. На увеличение валового сбора крупы повлияла непосредственно и господдержка сельхозтоваропроизводителей. Они получили субсидии на более чем 98 миллионов рублей. В Минсельхозпроди отмечают, что в этом году планируют собрать 115 тысяч тонн риса. В Махачкале завершился республиканский конкурс на лучшие знания книги по основам религии и жизнеописанию пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Церемония награждения состоялась в историческом парке «Россия. Моя история». Кто стал победителем и обладателем сертификата на 300 тысяч рублей, узнал Хамзу Нурмагометов. Восемь тысяч участников и только один победитель. Конкурсанты со всей республики, взрослые и дети. Они готовились и проверяли свои знания по книге «Основы религии» и жизнеописание пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Очень сильная книга. Вот эта книга, я рекомендую всем купить ее тоже, иметь дома. Я довольна, что так много народу. Я боялась, ну, приду, буду одна. Ну, мне было интересно узнать побольше о жизни пророка Мухаммада, саляму али-васаляма. Конкурс проходил два месяца в три этапа. Задания участникам давали как тестовые, так и письменные. В финал пробрались всего 150 человек. Итоги подвели в столицу республики. Награды получили первые 15 мест. Чем выше место, тем ценнее призы. Но проигравших, как считают организаторы, сегодня нет. Подобные конкурсы проводят для того, чтобы людей приобщить к религии, чтобы они имели элементарные основные знания об основах религии, имели знание о пророке Мухаммаде, саляму али-васаляме. Основная цель – это улучшение нравов населения. В кульминационный момент объявляют первую тройку победителей. Третье место заняла Джамиля Осведова. Ей вручили сертификат на 100 тысяч рублей. Она учится и работает. Несмотря на плотный график, Джамиля сумела подготовиться к конкурсу. Я понимала, что я не буду успевать, и поэтому я решила. Каждый день, в течение двух недель последних, я вставала два часа и до семи я готовилась к конкурсу, а потом уже на работу. И вечером, когда бывало время, только вот так вот. А вот сесть, целыми днями сидеть, читать, у меня времени не было просто. Я физически не успевала. Второе место заняла Халима Адгасанова. Однако ее в зале не оказалось. Ей подготовлен сертификат на 200 тысяч рублей. И вот первое место победителем стала Патимат Ибрагимова. Ибрагимова, Патимат Ибрагимова. Сертификат на 300 тысяч рублей. Первое место. Бывало, что ночами тоже не спала. Было очень трудно тоже. Но, если честно, я даже не ожидала, что я выиграю победу на первое место. Не думала, честно. Патимат выиграла сертификат на 300 тысяч рублей. Полученные средства она намерена передать духовному центру. Имени пророка Аисе Ахмириму и благотворительному фонду Инсан. Победителей поздравили представители власти, общественники и религиозные деятели. Как отмечают организаторы, конкурс проводился с целью профилактики экстремизма, просвещения и облагораживания нравов населения. Поблагодарить организаторов, это муфтият, это наш уважаемый шейх Ахмад Афанди, который делает просто огромную работу по духовно-нравственному воспитанию нашей молодежи. Приятным завершением вечера стал розыгрыш путевки в Малый Хадж. Следующий конкурс, организованный муфтиятом республики, начнется 4 апреля по книге «Благонравие праведников». Ее автор – шейх Ахмад Афанди. Хамзан Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Еще одним дагестанцем в UFC стало больше. Им стал боец смешанного стиля Рамзан Курамагомедов. Первый бой в лиге наш соотечественник проведет 27 февраля на турнире в Лас-Вегасе. Его соперником станет бразилец Алекс Оливейр. Дагестанский боец имеет рекорд в смешанных единоборствах – 10 побед без поражений. Отметим, что Рамзан Курамагомедов является победителем турнира «Дана Вайтс», победитель которого подписывает контракт с UFC. Четверо дагестанцев одержали победы на турнире лиги АМС Fight Nights. Вечер боев накануне проходил в Сочи на Красной Поляне. Подробнее в обзоре Курбана Рагимова. Ярким и успешным дебют в промоушене выдался для Алибега Расулова. Чемпион мира по ММА нокаутировал Михаила Турканова в первом раунде. Эфири призывает защищаться активно, Гирихана. Плачевно. Все. Также в стартовой пятиминутке победу свой актив занес и Шамиль Мичилов. Бойцы из Каспийска в жестком противостоянии с Русланом Хубуловым вынудил соперника постучать в знак сдачи. Видите, как защиту отбросил сейчас Мичилов. И удушающий прием начинает проводить Шамиль Мичилов. В оружии, которое все кончено. В двух остальных поединках дагестанские спортсмены праздновали победы решением судей. Так, Анзор Абжамов оказался сильнее Антона Вакунова. А в соглавном бою вечера Юсуп Шуаев встречался со 180-килограммовым ветераном Зулузинью. Фактурный бразилец на исходе первого раунда отправил 26-летнего бойца в нокдаун. Однако в двух других отрезках Шуаев действовал на дистанции и зарабатывал очки. В итоге большинство судей признали его победителем.